Волшебный овощ тыква Я буду начинять тыкву очень вкусной начинкой и выпекать в духовке. Получится очень вкусное и витаминизированное блюдо. Давайте же скорее начнем. Поехали! Вот такая красивая тыковка у меня есть. Сегодня я буду ее фаршировать. Для начала вырежем зигзагообразную крышечку из нашей тыковки. Вот так. Тыковка очень мягкая и ее легко разрезать. Уже начал выделяться сок. Это значит, что наша тыковка очень-очень хорошая. Сейчас я очищу тыкву, то есть уберу из нее все семечки. Куриную грудку вот так нарезала кусочками. Теперь обжарим ее на растительном масле. Сейчас я посолю немного курицу, поперчу и обжариваю до ремяной корочки. Мелко нарезала лук. Теперь отправляю его в сковороду. Так распределяю. И пусть жарится. До золотистого цвета. Пока обжаривается мясо с лучком, я быстренько нарежу овощи. Начну с морковки. Морковку тоже отправляем в сковороду обжариваться. И хорошо перемешаю. Перцы тоже мелко нарезаю. И вот так на две части. Здесь уберем серединку. Она нам мешает разрезать перец. И убираем вот это все. Теперь нарежу шпинат. Я 5 минут варила брокколи в подсоленной воде. Теперь я вот так разделю их на соцветия. Наше блюдо получится действительно блюдом правильного питания. Здесь столько витаминов. Измельчу брокколи. Курочке отправляю овощи и шпинат. Теперь сюда отправлю брокколи. И добавляю специи. Это черный перец. Специи. И соль. Все замешаю. И пока ващем отправлю рис. И пока ващем отправлю рис. Перемешаю все это. Заливаем всю эту красоту водой. И накрываю крышечкой. Вода закипела. Убавляю огонь. И оставляю на 15 минут томиться для того, чтобы рис приготовился. Пока начинка томится, подготовим тыковку. Она уже внутри вот так очищена. Внутрь. Внутрь отправляем соль. И масло. У меня оливковое. Теперь кисточкой размазываем внутрь тыковки. Я сделала вот такую конструкцию из фольги. Все это лежит у меня уже на противне. Вы фольги не жалеете, потому что в духовке тыква будет обильно выделять сок. И если сок попадет на противень, то он начнет подгорать. И будет не очень приятный запах. Я взяла широколистную фольгу в два слоя. Потому что моя тыква просто огромная. Она весит 5 килограмм 700 грамм. Сейчас я уже буду начинять ее. Но сначала обмажу маслом. Всю поверхность тыквы обильно смазываю маслом. Начинка готова. К ней отправляю кукурузу. Просто красотища. Думаю, такое будет жалко есть. Чуть-чуть перемешаю. Наступает ответственный момент. Начиняем нашу тыкву. Отправляем начинку вовнутрь тыковки. Так внутри надо разровнять. Чтобы начинка внутри тыквы не скапливалась в одну пучку. Надеюсь, это блюдо получится очень вкусным. И понравится моим домочадцам. Теперь тыкву обворачиваю фольгой. Вот так накрываю очень плотненько. Чтобы сок точно не вытек. Отправляю тыкву печься в духовке при температуре 180 градусов на 1 час и 20 минут. Наша тыква готова. Сейчас посмотрим, какой она у нас получилась. Будьте аккуратны, потому что тыква очень горячая. Вы смотрите, уже пар пошел. А вот и наша красавица тыква. Она получилась очень румяной и красивой. Сейчас я ее разрежу. Посмотрим, как там наша начиночка. Тыква режется очень легко. И она стала очень-очень мягкой. И режется, конечно же, очень просто. Посмотрите, какая красота. Аромат стоит на всю квартиру. И это очень-очень вкусно. Также тыква стала очень сочной. Вот, посмотрите, аж сок течет. Друзья, осень балует нас очень яркими, вкусными и витаминизированными овощами. Пользуйтесь этим и готовьте много блюд из овощей. И в том числе из тыквы. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.